На морде, вот видите, вот отсюда хорошо видно, большая полоса, и вот как пальцы с боков, вот два таких этих. Они придумали такую легенду, что его бог взял рукой, посмотрел, сказал, ох, как ты красивый, и бегай, и радуй всех. Легенда Алексея может рассказать о каждом трофее. В коллекции охотника две сотни животных, которых он изучил до пятнышка. Здесь висит вот и бог, у него вот здесь такое пятно белое. Значит, есть такая легенда, что Ной, когда построил свой корабль, значит, покрасил его и стал запускать всех тварей по паре. Вот и бог первый побежал в туалет захотел, первый прибежал, и первый сел на туалет, а он еще не просох, поэтому у него такое белое пятно с тех времен и осталось. Медведи, львы, крокодилы и бегемоты. На выставке можно увидеть чучело зверей со всего мира. Стрелки хвастаются трофеями и рассказывают об увлечении, которое отличается от обычной охоты. Его цель – примечательная добыча. Трофейная охота, она подразумевает отборочный отстрел. Отборочный отбор уже тех видов представителей животного мира, которые уже отдали своей природе, и по сути своей уже нужно их проводить санитарный отстрел. В коллекции Сергея 38 трофеев, собранных за четыре года горной охоты. Самый сложный из всех. За баранами, козерогами и косулями нужно отправлять целую экспедицию. Но эмоции, говорит, того стоят. Чучелами украшают дома, кроме того, их отправляют на конкурсы. Для каждого вида свои критерии оценки. Например, у львов – это шкура и форма черепа, у кабанов – клыки, а у косуль – вес, длина и развал рогов. И самые лучшие рога должны быть типичные. То есть, вот если есть рога, у сибирской косули, чем она отличается от европейской, можно там посмотреть. То, что у европейской стволы идут прямо, а у сибирской развал лирообразный. Вот. Но и, естественно, должны быть три отруска. Впрочем, отклонение от нормы охотников тоже ценится. На выставке есть такие необычные экспонаты, как аномальные трофеи. Здесь можно увидеть различного рода дефекты. Например, рога, растущие в разные стороны, или имеющие неправильную форму. Вреда от такой охоты нет, говорят государственные инспекторы. Наоборот, одни плюсы. Это охрана и изучение через ограниченные использования. Во-первых, добывают тех животных, которые, как правило, уже в репродуктивном процессе не участвуют. То есть, они все равно через некоторое время погибнут естественной смертью. С другой стороны, они дают инвестиции. Это позволяет привлекать инвестиции для охраны и для изучения. Поэтому на форуме будут обсуждать, как развить эту индустрию. Не исключено, что в ближайшее время в Екатеринбурге может появиться свой музей трофеев, где будут стоять не только волки и косули, но и жираф, слон и гиппопотам. Юлия Анашкина, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга. Юлия Анашкина, Ярослав Прохоров. Главные новости Екатеринбурга.